Образовательные не только эксперименты демонстрируют вузы для привлечения абитуриентов, ведь в кризис страдает и занятость молодежи. Как не потеряться в поле профориентации узнала Ольга Кузакова, побывав на специальной выставке. Первый семестр учишься отлично, второй бесплатно. С помощью такого хода сотрудники коммерческого вуза хотят привлечь абитуриентов. Всем приходится адаптироваться к новым реалиям жизни и сегодня на выставке образовательных услуг в Иркутске это понимают. Экономисты рекомендуют выбирать специальности широкого профиля, например менеджмент. В любой сфере народного хозяйства можно работать. Где в какой-то сфере есть и кризис, можно перейти плавно в другую сферу. Приведу такой пример. Выпускники менеджмента у нас даже успешно работают в банковской сфере. Их немножко подучивают, потому что это универсальные специалисты. Специалисты творческой сферы как могут бороться за внимание школьников, чтобы показать, как увлекательно учиться на дизайнеров. И фотографов преподаватели принесли специальный станок. Ведь даже в самые сложные времена любовь к прекрасному у людей не пропадает. Так что творческие специальности будут востребованы всегда. Сегодня на выставке представлено порядка 50 учебных заведений. В каждом десятки специальностей. На выставке, к тому же, можно пройти еще и специальный тест, чтобы правильно выбрать себе профессию. Специалисты что-то могут себе посоветовать. Вот и я решила сделать этот тест. Правда, моя профессия уже давно выбрана. Но сейчас мы узнаем, правильно ли было это сделано. Тест показал, что моя работа мне подходит. Но даже это не гарантия успеха. Сегодня из-за кризиса люди, потеряв работу, вынуждены переучиваться. Другие ищут дополнительный способ заработать или перейти на более оплачиваемое место. Это направление мы ощущаем по желанию пройти курсовое обучение на базе центра занятости. Потому что кардинально поменять сферу деятельности очень сложно взрослому человеку. И, как правило, люди ориентируются на то, какую дополнительную профессию, краткосрочное обучение можно получить. Какую бы профессию сегодня не выбрали нынешние школьники или уже взрослые люди, главное стараться стать в ней лучшим и незаменимым. Это дает дополнительные шансы остаться при деле даже в самые сложные времена. Ольга Кузакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.